Всем привет! Меня зовут Диана, и вы на канале Элвин Уид. Сентябрь закончился, и сейчас я буду оформлять октябрь. Оформление я уже начала, но, к сожалению, этот кусочек не записался. Октябрь у меня будет вот с такими вот единорожками, стикерами, и эту единорожку я нарисовала сама. Почему именно единороги? Почему не осенние листочки, тыквы или ещё что-то такое в осенней грустной тематике? Ну, наверное, потому что октябрь для меня всегда радостный месяц, так как у меня в октябре день рождения, и на этот октябрь у нас с мужем особенно много планов. Поэтому мне захотелось сделать его вот таким вот радужным и ярким. Я приобрела вот такие вот зажимы, обыкновенные канцелярские зажимы, для того, чтобы можно фиксировать было листы, и они вот так вот не прыгали, когда я что-то оформляю, чтобы на камеру это было всё красиво. Первый разворот практически готов. Надпись «Октябрь», календарь, единорожка нарисованная мной, стикер, и сейчас я напишу список дел. Сам список я писать не буду. Я напишу это, соответственно, мне на камеру. И, кстати, очень удобно писать подобные списки дел, и в них можно указывать не только какие-то там очень важные встречи или важные дела. Можно в этих списках писать всё, что угодно. От важных дел, как я уже сказала, до каких-то вещей, которые просто хочется сделать в октябре. Например, пойти погулять в парке, или поехать на какую-то интересную выставку. Ну и так далее. Следующий разворот. Здесь будет трекер привычек. И начнётся уже неделя. Чтобы не растягивать видео очень длинно, как вы видели, первый месяц я заполнила, остальные я заполнила уже не на камеру. Я решила оформить неделю такими вот облачками. Я аккуратненько наметила их карандашом. И сейчас буду обводить ручкой. Сбоку будут список дел. Я хочу отделить другим цветом, чтобы не путаться с длинными неделями. Кстати, обвожу я капиллярными ручками марки Стабилла. Очень мне нравятся эти ручки. Они не размазываются. Они очень хорошо пишут. И что очень важно, что они не размазываются под ластиком. Так, это неделя с 1 по 7 октября. Сверху я напишу числа. И так же напишу сверху 1 неделю. Так, сверху будет календарь. Сейчас я его быстренько заполню. А так же, разумеется, напишу сверху октябрь. К сожалению, у меня стикеров с единорожками не так много. Я хочу вот это место украсить... Не знаю, не видно ли на камеру. Да, вроде видно. Вот такой вот штамп. Штамп прикрепляется на акриловую пластину, чтобы было удобно им штамповать. Штемпельные чернила, самые обыкновенные. Color Micradia. Синего цвета. Я их открываю. Обмакиваю. Приклеиваю. Приклеиваю. Приклеиваю лучше к самому краю. Обмакиваю в чернилах штамп. На отдельной бумажке чуть-чуть снимаю чернила. Еще раз. И ставлю сюда. Обмакиваю чернила на бумаге, для того, чтобы они не пропечатывались на следующую сторону. Все-таки немножко бумага просвечивается, и я побоялась, что эти чернила будут видны. Сейчас хочу разукрасить вот этот вот капкейк в цветах радуги, как мои единорожки. Следующие странички я оформлю по этому же принципу и просто пролидаю показать вам. Итак, остальные развороты недель я оформила. Как вы видите, все, в принципе, стандартно. Календарь, список дел. На этой страничке я решила сделать дополнительное поле для заметок. В принципе, хватает на две недели. Ну, а также стикеры-единорожки. Следующая неделя немногим отличается от прошлой. Разве что здесь осталось большое пустое поле, но, возможно, я придумаю, чем его запомнить. И остался последний разворот. Это трекер настроения и позитивный поток. Позитивный поток я уже запомнила. Поподробнее хочу рассказать об этом. Позитивный поток – это поток именно позитивных, хороших мыслей и того, что случилось с вами за месяц. Очень интересно потом это просматривать, прочитывать. И очень хорошо видно, что такого хорошего с вами было в этом месяце. Особенно сейчас осень. У многих начинаются осенние депрессии. И записывать позитивные вещи очень-очень хорошо. Сейчас я оформлю трекер настроения. Оформлять я его буду точно так же, как у меня прошлый. Но хочу его не просто кружочками оформить, а сделать это штампиками. Вот этот вот просто милый кексик я хочу поставить в серединку, чтобы было, так сказать, повеселее. Открываю чернила, обмакиваю штамп в чернилах, чуть-чуть промакиваю на листочек и пропечатываю. О, получилось. А сами дни я хочу пропечатать вот такой вот конфеткой. И так, я на этом закончила октябрь. Потихонечку, соответственно, начнем записывать списки дел и прочее. И на этом все. Большое спасибо за внимание. Ставьте пальчики вверх. Я буду очень признательна и благодарна. А также пишите в комментариях, что вам понравилось, что, возможно, не понравилось. И подписывайтесь на мой канал. До встречи в следующем видео. Пока-пока.